Ну вот собаку пошла выгуливать, ну там, когда не по городу, ну во дворах выгуливаю, вот, и через 91-й дом, как раз тут у нас дворы-то же совмещены, хожу во дворе выгуливаю, смотрю, люди бегают, вот, уже тушат. Я говорю, вы что тут? Вот, говорят, и пол залит, и стена залита, а говорят, видишь, что, тряпка. И вместо этого возгорания мне показали все. И вот где-то, говорю, метра полтора, наверное, от пола, если бы, например, кто заранил, например, так это бы с пола началось, а уж никак не сверху, там вот что, тряпка воткнута. Эту историю о поджоге рассказали нам жители домов, находящихся рядом с питейным заведением. Именно она стала финальным аккордом перед решительными действиями. Сегодня в зале районной администрации состоялось заседание при главе района Александре Кузьмине, на котором обсуждался вопрос деятельности известного кафе-бара. У жителей домов 91 и 93 по улице Красной нет сил самостоятельно бороться с любителями ночного веселья и алкоголя. У нас силы на исходе. Я говорю, мы все ночи не спим. Также сегодня вызывалась опять полиция полтретьего ночи. Каждую ночь вызываем полицию. Там постоянно драки, там постоянно шум. Постоянно ходят посетители этого бара, заведения, уже не вменяемом состоянии, ходят к нам во дворы, гадят к нам. Все цветы у нас там примяты. И это только малая часть ночных подвигов посетителей бара. Драки под окнами домов и угрозы в адрес жителей. Вот с чем приходится сталкиваться практически каждую ночь. Сотрудники полиции также стали постоянными гостями в этих домах, но им не всегда удается успокоить разгулявшуюся толпу. С момента открытия, практически с самого начала, нам пришли сообщения, заявления, как граждан, которые проживают в соседних домах, так и других лиц. Перечислять не буду, сколько у нас всего сообщений, но порядка больше 20 по различным фактам у нас зарегистрировано. Недавно возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 111, это на лечение тяжких и весных повреждений. То есть, грубо говоря, еще немножко и человека могли убить. Все это прямое влияние посещения данного заведения. В настоящее время, на сегодняшний день, мы просим хотя бы содействовать, ограничить время работы этого кафе, часов до 11, не дольше. На совещании присутствовали и собственники помещения, в котором находится увеселительное заведение. И, как оказалось, они его просто сдают в аренду. Понимаем ситуацию, потому что могли бы на месте быть и мы, как соседи, понимаете, люди, которые сейчас присутствуют, мы тоже понимаем, что данное кафе работает с большими и с большими минусами. То есть, я имею в виду, какими факторами отрицательными. И идем как бы навстречу жителям. И вроде все бы ничего, но у жителей домов другое видение ситуации. С вами разговор уже был у нас составлен, правильно? Летом. Два дома выходило. С вами разговаривали на эту тему. Вы с нами вообще разговаривать не захотели. Мы вас спрашивали, до какого числа у вас аренда. И сколько это будет все продолжаться. Вы этим сотрудникам, которые барменши тут выходили, вы тоже им даже сказали, что вообще с ними даже не разговариваете. Это с нами, с жителями домов. И вы тоже с нами не захотели разговаривать. Разбираться, кто прав, а кто виноват, будут уже компетентные органы, которые в ближайшее время пообещали решить наболевшую проблему. На сегодня боль жителей, которую они озвучили, она очень важна. Потому что спокойствие и безопасность – это прежде всего наша работа, всех присутствующих здесь руководителей и представителей органов, контрольно-назорных органов. Да, действительно, дома там окружают. Это заведения деревянные, с печным отоплением. Там есть и хозпостройки. Там нету отдельной территории у этого кафе, чтобы она была ограждена. И они находились на своей территории, которая действительно соответствовалась для этого. Они выходят. Это, во-первых, риски жителей, что могут выйти. И могут быть какие-то конфликты или какие-то противоправные действия против жителей. Тут надо принимать в срочном порядке. И причем всем нам меры для того, чтобы предотвратить этот беспорядок. В ближайшее время в вопросе работы пятийного заведения будет поставлена точка. А пока остается только ждать. Тем более жители соседнего дома к ожиданию уже привыкли. Вот из этого дома мы выехали. Временно нас поселили вот сюда на Красную. И сколько лет вы уже времени живете? 30 лет. Все временно живем. И они еще нам говорят – съезжайте. А куда мы съедем? На кладбище? Алена Белозерцева, Антон Карев, телеканал «Русский Север».